здравствуйте уважаемые любители повязать им сочувствующие с вами снова яна и я вам хочу показать сегодня такое видео которое в общем ну оно наверное не очень простое но я уже постараюсь сделать его как можно проще о том как рассчитывать прибавки и убавки для частичного вязания для рукава для того чтобы рукав сидел нормально чтобы он не был широким я надо сказать уже отсняла это видео на неделе посмотрела его и поняла что она как-то я очень как-то сложно объяснила и подумала как это все можно попробовать сделать проще ну вот я по-моему поняла как это попробовать объяснить проще в общем я сейчас попробую если ну посмотрим что получится скажите как все это понятно или нет то есть я начну в общем самого начала то есть мы вязали с вами наш реглан поперек мы вязали основную конструкцию основная конструкция нашего реглана выглядела вот таким вот образом то здесь был наш с вами реглан здесь была вот регланная линия и здесь были вот значит основные части и рукава то есть мы вязали просто рукава как квадраты то есть мы их не заужали но в реальной жизни конечно мы хотим чтобы наши рукава выглядели вот таким образом то есть таким образом мы у нас рукава будут они ну красивее выглядеть но проблема в том что когда мы вяжем наше вязание поперек у нас нет возможности убирать и убавлять и прибавлять по краю изделия так как мы это делаем когда мы вяжем снизу и сверху единственный способ как мы можем прибавить и убавить на рукавах это частичным вязанием это как бы вот само по себе не очень прост не очень сложно но там в общем расчет несколько отличается от расчета прибавок и убавок по краю полотна ну в общем давайте попробуем начнем в общем начнем сначала представим себе давайте что вот это наш с вами пол рукава вот это наша средняя линия рукава это наш реглан наш реглан идет куда-то вот сюда вот при бабочка и вот наш рукав с вами то есть мы связали с вами вот такого типа рукав когда мы вязали наш 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 реглан то и что мы с вами в самом деле хотим мы с вами деле хотим этот рукав заузить скажем вот так да но в этом тут надо быть в общем там есть несколько таких проблем которые надо как бы ну быть внимательны то есть учитывать при заужение рукава первое что значит когда мы заужаем рукав мы никогда его не заужаем прямо вот прямо вот к углу вот регланной линии мы всегда делаем 3-4 сантиметра мы делаем и вяжем прямо потому что в этом месте как правило у нас самая большая окружность руки и в этом случае мы не хотим заужать наш рукав вот в этом месте потому что если мы его заузим мы рискуем что наше вязание наша вещь будет нам мало вторая вещь это зависит от того как мы рассчитываем закончить наш рукав если мы рассчитываем связать просто резинку набрать петли на внизу рукава или прикидывать или как мы там это все это хотим делать и связать резинку то действительно можно вот как вот я нарисовала уменьшать вот прямо до этой точки до которой нам надо но если мы хотим сделать цель навязанный подгиб который в общем очень легко делается на поперечном вязании ну и ну принципе ну чего бы его не сделать если он так легко делается и красиво смотрится то тут немножечко другой подход то здесь надо обязательно оставить тоже прямой участок который соответствует двум ширинам подгиба то есть например если мы решили что наш подгиб будет 4 сантиметра то нам надо оставить 8 сантиметров то есть 4 сантиметра на сам подгиб и 4 сантиметра на внутреннюю часть подгиба то есть самом деле убавка наша может идти вот только вот от этой точки и вот до этой то есть убавка наша пойдет вот таким вот образом то есть если вы вот графически мыслите у вас вам легче мыслить графически вот представьте себе вот получился наш рукав прямая линия прямая линия и линия которые мы должны убавлять то есть самом деле конечно наш реглан рукав когда мы будем вязать регланом он не будет так выглядеть он будет все равно прямой то есть убавление у него пойдут совершенно в других местах но чтобы вот визуально представлять о чем мы идем речь мы в это дело приведем сейчас к тому как выглядит обычный рукав при обычном вязании сверху и снизу ну вот смотрите у нас с вами получилось вот это вот убавка то есть наш реглан наш рукав конечном итоге должен быть вот таким вот вот здесь у нас образовывается образуется треугольничек от того вот от этой линии которая вот прямой линии через точку вот где рукав у нас присоединяется то есть фактически нам надо пол рукава уменьшить вот на вот это вот то есть нам надо вот убрать вот эту вот часть единственный способ как мы можем с вами убрать эту вот часть мы ее можем убрать частичное вязание и частичное вязание мы будем выполнять вот ну по середине или близко к середине рукава мы на эту тему еще поговорим насчет того куда его куда его это частичное вязание где его делать но в общем пока мы сейчас поговорим о расчете частичного вязания а потом поговорим на тему того где в общем смотрите то есть если мы проводим как бы вот ну вот эту вот нашу линию проводим ее вот сюда то есть вот здесь вот . где наш реглан присоединяется вот здесь вот . откуда мы начнем убавление и вот здесь вот . где мы закончим наше убавление то есть фактически что нам надо сделать нам надо вот этот вот с вами треугольник вот этот вот треугольник вот вот этот вот треугольник вот нам его надо сюда зазеркалить то есть что мы с вами делаем мы проводим здесь у нас сколько клеточку получается 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 то есть мы фактически с вами вот этот вот треугольничек мы его зазеркаливаем вот сюда вот то есть вот он у нас получился наш вот этот вот треугольничек который мы с вами будем убавлять частичным вязанием давайте я возьму сейчас новый лист бумаги и мы продолжим значит смотрите мы опять возвращаемся к нашей половинке рукава то есть мы сейчас будем работать на половинке рукава потому что это будет понятнее я пробовала тогда делать на всем рукаве и я поняла что это очень трудно понять мы будем работать на половинке рукава а потом тогда поговорим на тему того как это где ее класть на рукаве вот наша половинка рукава то есть наша половинка рук наш рукав будет все равно вывязываться прямо здесь никаких убавок по краю рукава не будет убавка будет вот здесь вот то есть мы решили что у нас убавка начинается здесь кончается здесь то есть убавка наша будет начнется вот здесь вот и закончится вот тут вот и убавка наша будет выглядеть вот таким вот образом то есть мы с вами уберем вот этот вот треугольник мы его вывяжем частичным вязанием то есть теперь нам с вами надо разобраться какая у это треугольника длина и какая у него ширина мы помним что мы вяжем поперек то есть здесь у нас вот тут вот у нас идут петли здесь у нас идут ряды то есть мы вяжем вот так вот в этом направлении то есть мы определились где у нас петли и где у нас ряды то есть нам теперь надо выяснить на каком количестве петель мы убавляем сколько рядов значит у нас с вами рукав уже построен мы уже построили нашу выкройку рукава И мы знаем нашу длину рукава от линии реглана То есть мы мерим нашу длину рукава от линии реглана Например, мы ее померили, она у нас 30 см Но давайте скажем, что это точка А, это точка Б Что от точки А до точки Б у нас 30 см Из нее мы вычитаем Здесь мы решили, что у нас 4 см И здесь решили, что у нас 8 см То есть мы из нее вычитаем минус 4 сантиметра и минус 8 сантиметров. То есть у нас получается 18 сантиметров. То есть вот это у нас расстояние с вами 18 сантиметров. Теперь нам надо выяснить, сколько у нас вот это расстояние. Это расстояние у нас равно разнице между окружностью рукава по верхней части рукава и окружности рукава по нижней части рукава. Если у вас одинаковые прибавки, то тогда это просто разница между окружностью руки сверху и снизу. Но тут надо быть осторожным, потому что вы могли заложить лишнюю свободу на запястье. Большинство этого делает. Поэтому померьте лучше окружность рукава, чтобы быть уже уверенным, чтобы не проколоться тут, окружность рукава по его верхней части и окружность рукава по его нижней части. То есть и у вас получится определенная разница. Например, у вас окружность рукава сверху, например, она у вас 36 сантиметров. И окружность рукава снизу 20 сантиметров. То есть разница у вас с вами составляет 16 сантиметров. Но мы с вами говорим о половине рукава, а не о целом рукаве. То есть мы это дело делим напополам. То есть в самом деле у нас вот здесь вот это вот расстояние у нас оно 8 сантиметров. То есть теперь нам надо выяснить, у нас наш есть образец, то есть мы знаем у нас количество петель в сантиметре и количество рядов в сантиметре. То есть что мы делаем? То есть теперь мы умножаем это на количество петель в сантиметре. Ну, представим себе, что у нас количество петель в сантиметре, ну, умножаем на 2, да? Получается 36 петель. То есть, мы представили, что у нас здесь 2 петли в сантиметре. И здесь у нас количество рядов в сантиметре. Ну, представим себе, что оно у нас 1,5. То есть, если мы 8 умножаем на 1,5, то получается у нас 12 рядов, да? То есть у нас получается, что у нас наша конечная, давайте я ее по новой еще опять сделаю, чтобы не мазать нигде. Так, ну вот давайте я еще раз сейчас перерисую, чтобы уже, знаете, чтобы избежать лишних цифр и лишней путаницы. Вот он наш рукав. Здесь вот начинается и здесь начинается наша прибавка. Вот она наша с вами прибавка. И эта прибавка у нас составляет 36 петель и она у нас составляет 12 рядов. То есть в самом деле нам надо убрать 36 петель на 12 рядах. Но вот тут сейчас будьте внимательны, смотрите. Потому что у нас 12 рядов, но в самом деле мы делаем убавки не в каждом ряду из 12, мы делаем убавки в каждом втором ряду. Поэтому в самом деле у нас будет не 12 убавок, а у нас будет всего 6 убавок. То есть у нас всего будет 6 убавок. То есть нам надо убрать 36 петель по 6 убавкам. Ну то есть тут все, конечно, просто. То есть мы просто 36 делим на 6 и у нас получается 6. То есть в самом деле в данной ситуации у нас получается 6 убавок по 6 петель. Смотрите, как это все будет выглядеть. Ну вот, смотрите. То есть здесь вот у нас получается, значит, что? Здесь у нас получается 36 петель и здесь у нас получается 12 рядов. Но в самом деле это каждый второй ряд. То есть что мы делаем? То есть мы первые 6 петель убавляем вот здесь вот. Потом убавляем следующие 6 петель. Потом следующие 6 петель. Потом следующие, следующие и следующие. То есть вот у нас вот получилось то, что мы в конце этого дела... То есть у нас мы вывязали с вами частичным вязанием вот эту вот убавку-прибавку в зависимости от того, как на нее с какой стороны смотреть. То есть вот у нас с вами вот такая вот получилась убавка-прибавка. То есть у нас наше вязание вот здесь вот. Здесь вот эти вот петли у нас все уйдут в переднее нерабочее положение. Они не будут провязываться. То есть вязание у нас за счет этого будет вот здесь суживаться. И вот сюда оно сходит на нет. Это вот там место, где оно сходит на нет. Это вот эта вот точка. Где оно у нас должно сойти на нет. Потому что вот здесь вот нам не нужно, чтобы у нас рукав никоим образом сужался. То есть у нас уйдет вся вот эта вот ширина уйдет вот в эти вот непровязанные петли. Значит, это мы с вами говорим о половине рукава. Вот теперь смотрите. Теперь мы это дело... Как это дело все будет у нас выглядеть на полном рукаве. То есть у нас остался вот этот наш расчет. То есть как мы будем вязать это наше частичное вязание. И как мы будем его, значит, соответственно, на половине рукава. Теперь смотрите, что у нас есть с вами целый рукав. Вот он наш с вами целый рукав. То есть нам надо расположить... И у нас, конечно, он будет вывязываться прямо, потому что у нас нет никакой возможности его сузить с краев. Вот это наша середина рукава решим. То есть у вас есть две возможности. Возможность номер один. То есть здесь вот ваша манжета заканчивается. И вот здесь вот заканчивается вот это вот место, которое, соответственно, не надо расширять. То есть у вас все расширения будут вот на этом вот участке. То есть у вас есть две возможности. Возможность первая. Это сделать вот здесь вот одно частичное вязание. Вот таким образом. То есть сделать его как бы вот в эту сторону так, и в эту сторону его как бы зазеркалить. Но мне вот это не очень нравится. Потому что в этом случае получается, если материал у вас, ну, такой очень мягкий, то еще ничего. А если у вас трикотаж такой немножко жестковатенький, то тут такая может быть фалда получится. Потому что все еще очень зависит от того, насколько вы сильно убираете, какой у вас размер и так далее. Поэтому я предлагаю сделать немножечко по-другому. То есть когда мы будем говорить о целом рукаве, то есть я предлагаю сделать вот таким вот образом. Вот она наша серединка рукава. То есть я предлагаю... Немножко я не ровно нарисовала. То есть я предлагаю... Вот здесь вот наша вот линия, которая наша ограничивает наше частичное вязание. То есть я предлагаю сделать что? Я предлагаю вот сделать несколько рядочков, ну, может быть, там 4 рядочка, с каждой стороны рукава, с каждой стороны средней линии. И уже потом сделать частичное вязание. То есть в этом случае у вас получается что? То есть у вас получается ваше частичное вязание. Соответственно пойдет вот сюда вот, и у вас получается промежуточек. То есть вот это у вас получается, вот эти вот как бы закроются части, а здесь у вас получается такой некоторый промежуточек. То есть он немножечко просто уменьшит количество вот этих вот фалдов, если они как бы будут образовываться. Не говорите, что они будут. Ну, мне просто кажется, что они как бы сидят немножко лучше, если их делать таким образом. Я располагала выточки ближе к центру рукава, но в самом деле они могут располагаться где угодно, как около центра рукава, так и в середине рукава, так и близко к боковой линии. Вы будете выбирать тот вариант, который вы считаете лучше всего. Если вы рассчитываете ваши выкройки на программе дизайн нит, я не знаю, как нитстайлер, я никогда им не рассчитывала, то у вас в принципе тоже этот вот треугольничек, он как бы у вас тоже как бы есть. То есть если вы строите вашу выкройку таким обычным стандартным способом, то вы тоже запросто можете вот этот вот треугольничек померить. То есть он вам сразу же даст количество петель и количество рядов в этом треугольничке. Только вы курсор наведете туда, и он вам сразу даст, вы его запишите на листочке и уже пересчитаете на частичное вязание, то есть на сколько вам надо. То есть, насколько вот мне известно, программа дизайн нит не может пересчитать вот это на частичное вязание. Это все равно придется делать вручную, но по крайней мере у вас сразу же будет автоматически вычислено, сколько там рядов и сколько там петель. Но я уже сейчас не хочу это показывать, то есть, ну это как бы понятно, да, то есть, как бы у вас есть ваш регланный рукав, который вам программа нарисовала. Вот ваша программа вам нарисовала этот регланный рукав, то есть вы подносите сюда курсор и смотрите, сколько вот у вас здесь вот рядов. И подносите потом, соответственно, уже вот, подносите сюда вот курсор и смотрите вот сюда, делаете перпендикуляр, да, подносите курсор и смотрите, сколько у вас там петель. То есть она вам уже как бы, ну вам тогда не надо будет это все умножать и делить, то есть у вас уже будет готовая цифра, но как бы сам расчет вот этого вот, сам расчет вот этого вот, она вам эта программа не сделает. То есть это вам расчет надо сделать вручную. Вроде как, насколько я знаю, но я вот не знаю, я никогда в жизни этим сама не пользовалась, я просто видела. По-моему, вот этот вот мнимозина программа, она, по-моему, считает это дело, то есть шаг убавки. Но я вот не знаю, я никогда сама не пробовала, посмотрите. То есть если она считает, то может быть тогда вы можете воспользоваться этим расчетом. Но в самом деле расчет-то он не очень сложный, вы просто делите одно на другое и все. И смотрите, сколько там вам надо делать шаг убавки. То есть, ну, конечно, вы можете запросто, 36 петель, если вам удобнее это сделать на 34 петель, то есть тут большой уже разницы нет. То есть подгоняете это, в общем, ну, там, если это туда-сюда, там, пару-тройку петель, то это до того размера, как это вам все будет удобно. Ну, вот и все, что я вам хотела показать. Я надеюсь, что это видео вам понятно и пригодится. И если вот все равно непонятно, тогда вы меня спрашивайте, я попробую тогда еще раз. И это была Яна, и большое спасибо. 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 Спасибо.